Губернатор Андрей Воробьев поставил пред правительством и главами округов задачу активно реализовать программу по очистке водоемов «Сто прудов и озер», которая проходит в области с 2021 года. В этом году в проект вошли Чехов, Сергеев Посад, Серпухов и шесть водоемов в Одинцове. Мы за выходные проанализировали количество жалоб. Большой запрос на отдых возле водоемов, прогулок. Мы почистили большое количество водоемов. Екатерина регулярно участвует в экологических акциях и помогает очищать свой город. В этот раз она вместе с неравнодушными жителями Звенигорода вышла на уборку береговой линии реки Островня. Это очень важно, так как это очищает город. Так как неответственные граждане оставляют за собой очень много мусора, мы должны очистить город своими руками. Своими силами и при помощи специальной техники жители убирают валежник, мусор, окашивают берега реки и очищают русло водного объекта, если в этом есть необходимость. Данная акция проводится при участии Министерства экологии и природопользования Московской области по исполнению указа президента Российской Федерации по поручению нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Это важно, что инициативы правительства находят поддержку и одобрение у жителей. Количество участников акции растет с каждым годом. Например, жители Звенигорода ежегодно активно участвуют в месячники чистоты и благоустройства. В летний период также проводят уборку города. В этом году в Одинцовском округе работы пройдут на Большом Немчиновском пруду, каскаде прудов в деревне Зайцево, а также в Захарове, на реке Захаровка. Всего в Подмосковье от мусора очистят около 40 прудов и озер. Все нуждающиеся в дополнительном уходе водоемы определили по результатам голосования жителей на портале Добродел. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.